Добрый вечер вам всем! Сегодня мы учим Тору, Лейлю Нишмат, прекрасно молодой женщине, которая скончалась. Два года тому назад, ваша мама, Рахмак, Лабоша, Товод, Думиткария, Света, Бат, Павлод, Думиткария, Полина, Руаха, Шемтина, Хенна, Ваганеде. Так как у нас все закрыто, рестораны нельзя собираться в больших кругах, поэтому завтра вечером должны были быть ее годовые и следующие поминки, и второй год. Но, к сожалению, мы не можем этого сделать, поэтому сегодня мы посвящаем этот урок именно ей. Дирала адан кодеми для бхема. Есть законы, кто приходит первый. Например, если, например, к вам домой пришел гость, кто должен зайти к вам домой первый, вы или ваш гость? Вы с женой пришли с работы или шаппинга домой. Кто домой должен войти первый, вы или ваша супруга? Кто должен выйти из дома первый, вы или ваш сын? Есть законы, кто первый и кто второй. Есть на это законы. Итак, написано, что есть, например, у вас есть место, где может жить человек и где может жить животное. Кто первый? Человек или животное? Если у вас есть один дом, и там либо человек может жить, или это помещение только для животных. Кто первый? Животное первое или человек первый? Насчет жития человек первее, чем животное. Хоть даже мы проявляем милосердие с животным, нам нельзя мучить животных, мы должны за животными ухаживать. Но Тора говорит нам, человек, он первее, чем животное, когда есть вопрос насчет, кто должен здесь жить. Если, например, у вас есть только одно помещение. Есть, например, вопрос, кто должен пить первое, вы или ваше животное. Вы пришли с работы, и вы хотите пить, и вы видите, что ваша собака, она тоже выглядит, что она хочет пить. Кто первый должен пить? Человек первый пьет, а потом животное. Но насчет кушания, сначала человек должен накормить своего животного, и потом только сам он имеет право приступать к трапезе. Допустим, что вы хотите покушать хлеб, вы помыли руки для хлеба, сделали на теляте, разговаривать нельзя. Во всех случаях нельзя разговаривать, иногда есть случаи, где можно разговаривать. Есть такой случай, где можно разговаривать или нет? Есть два-три случая, где можно человеку заговорить, даже если он еще благословение на хлеб не произнес. Первое. Если вы помыли свои руки для хлеба и вспомнили, что вы своего попугая не накормили. У вас есть дома канарейка или попугай, или у вас есть кошка или собака, или у вас есть рыбки. Разные виды есть домашние животные. Человек сначала должен накормить своего домашнего животного, только потом он имеет право приступать к трапезе. И Талмуд говорит в Масехет Брахот, страница 40, что если человек помыл свои руки и вспомнил, что он не накормил свою корову, он имеет право сказать своим домочадцам, гвиль ла торе, гвиль ла торе, на арамейском означает, накормите корову, дайте корове кушать. Потому что человеку нельзя кушать, пока он не накормит животного. Откуда мы это учимся? Только что мы читали вечернюю молитву Орвит, и мы там сказали, Бог говорит, если ты будешь исполнять мои заповеди, я буду кормить твоих животных, и ты будешь кушать и насыщаться. Бог говорит, сначала я буду кормить кого? Твоих животных. И ты тоже будешь кушать и насыщаться. Отсюда мы учимся, что насчет кушания человек приходит после животных. А откуда мы знаем, что насчет воды человек первее, чем животные? Это в двух местах в Торе написано. Первое, когда Элиезер, он пошел искать для Ицхака невесту, и он сказал, если девушка, она напоит меня водою, и также моих верблюдов она напоит водою, это будет знак от Бога, что она предназначена для моего, сына моего хозяина, для Ицхака. И на самом деле, когда он сказал ей, я хочу пить, она говорит, я тебя напою водою, и также твоих верблюдов я напою водой. Отсюда мы учимся, что насчет воды человек первее, чем животные. И также, когда евреи были в пустыне 40 лет, когда уже они вышли из Египта, прошло энное время, что Мириам умерла. Сестра Мошарабена, она скончалась, и когда Мириам скончалась, у них не было воды, потому что всегда, куда бы они ни шли, это колодец Мириама всегда их сопровождал. И так как Мириам умерла, эта вода уже заслуга кончилась, отсюда мы учимся, что если человек умер, надо воду вылить. И потом они сказали, Моша, дай нам пить. И потом Бог сказал, ладно, Моша, скажи этому камню, чтобы он дал воду. Бог сказал Моша, чтобы он сказал, а Мошарабену он ударил два раза. И написано, Бог говорит Моша, скажи, чтобы этот камень дал воду, и ты напоишь водою людей и их животных. Людей, а потом животных. Отсюда мы учимся, что насчет воды человек он впервые. Откуда мы знаем, что насчет житья человек впервые? Что человек должен построить? Себе дом построить или своему животному дом построить первый? Вы пришли, у вас есть свободная земля, вы должны сейчас построить. Сначала кому вы должны построить крышу над горовой? Себе или своему животному? Когда евреи были в пустыне 40 лет, и они вот-вот должны уже зайти в Израиль, то они были в таких городах, где было очень и очень много пастбища для животных. Открытые места, там много-много травы, много-много свободы. На свободной территории два с половиной колена, они сказали, Роувейнгад и половина колена монашей, они сказали, Моши, мы хотим для наших животных построить здесь хлев, место для животных, конюшня, хлев, и также для наших детей мы хотим построить дома. Сначала они кого упомянули? Животных. И Моши Робину, он был недоволен, что они так сказали. Моши Робину сказал, извините, вы неправильно это сказали. Вы сказали, что вы для животных хотите построить помещение, где они могут жить, животные, а также для наших жен и наших детей мы хотим построить дома. Нет. Сначала вы должны построить дома для своих семей, а потом только вы имеете право строить помещение для своих животных. Моши Робину их поправил. Поэтому Тора говорит нам, что если у вас нет времени сейчас строить для животных и для людей, сначала вы должны переживать для людей, а потом только имеете право строить для животных. Моши Робину, он был большой рабай, которого звали вкратце Натив, и он был глава Ешивы в городе Воложино, что когда он возвратился из синагоги, Рошашана был в синагоге, он домой пришел, а в Рошашана мы заканчиваем молитву очень и очень поздно, правильно? Час дня, некоторые два часа дня, очень и очень поздно. То уже ему сказали, давайте начнем кушать, уже поздно. Он сказал, сначала вы должны накормить куриц, которые находятся в курятнике, а потом только я имею право приступать к трапезе. А теперь проблема была в том, что они не могли открыть курятник. Если есть курятник, там обычно есть решетки, правильно? Там есть открытое место. Вы можете сверху посыпать хлеб, или можете посыпать зерно, но проблема была в том, что этот курятник, который был закрытым, и надо было зайти внутри, то есть невозможно было сыпать, невозможно было дать, надо было открыть. Пока вы не откроете, вы туда не можете зайти. И у них не было ключей, кто-то ключ потерял. Все голодные, два часа дня. Рабай Натив сказал, пока мы не накормим этих курей, мы не имеем права кушать. Позвали одного нееврея и сказали, вот у нас проблема, что замок, мы не знаем, что делать. Этот гой понял, что надо поломать замок. Он поломал замок. Только когда уже этих курей накормили, вот этот рабай, рабай Нафтали Цви Юда Берлин, у него такая фамилия была, рабай Нафтали Цви Юда Берлин, вкратце Нацим, он написал очень-очень много глубоких книг, Ха-Эмек-Давар, и также Ша-Иль-Тот, объяснение на Ша-Иль-Ток, Ха-Эмек-Ша-Иль-Ток, и много-много других книг, этот рабай сказал, пока мы не накормим курей, я не имею права кушать. И только тогда он приступился к трапезе. Был большой рабай, которого звали Махаран Мипраг, он жил в Праге, в Чехословакии, примерно 400-450 лет назад. И говорят, что он тот самый, который сделал то, что называется голем. Вы знаете, что такое голем? Голем – это как самодельный робот, но он не из железных или пластмассовых компьютерных вещей. Вы если на него посмотрите, подумаете, что это человек. Но на самом деле это был тот, кого создали через Каббала. Во-первых, это большой спор, если на самом деле это было так или нет. Много рабаев говорят, что это неправда, что Махалар Мипраг, он создал этого голема. Этот голем, он был как security. Он ходил везде и смотрел. Он, если видит, что что-то там они замышляют, неевреи, он смотрел. Может быть, они хотят что-то навредить кому-то. И поэтому это спорный вопрос, если на самом деле он создал этого голема или нет. Но в любом случае, Махалар Мипраг однажды сказал такую вещь. Иногда есть человек, который кого-то не любит. Вы всех в этом мире любите? Нет. Я всех в этом мире люблю? Нет. У всех есть человек, которого вы не можете, как мы его называем, вы не можете его переваривать. Правильно? Вы не можете его терпеть. Вы его видите, уже аппетит у вас падает. Не хотите кушать? Чего? Вы пришли на сваду, все довольны, вы увидели его, настроение падает. А потом вы узнали, что вас посадили за один и тот же стол. Это вообще будет интересно. Иногда человек кого-то не любит, потому что он недовольен от него. Почему он от него недоволен? Потому что он кого-то кинул, его родственника, он его брата деньги взял, сто тысяч и не вернул. Или потому что он его опозорил. Или потому что он что-то нехорошее сделал. А если человек, он неправильно себя ведет с животными, это значит настоящий Ахзар, жестокий человек. Если вы на кого-то злой, наверное, он вас обидел. Вы должны сделать так, чтобы подружились. Но если человек с кем-то не контактит, мы можем узнать, почему они не могут найти общий язык. Или он его обидел, или он его обманул на деньги, или он что-то плохое ему сделал. Но если человек, он плохо ведет себя с животными, это значит, что этот человек, наверное, жестокий. И поэтому этот человек, он должен над собой сильно-сильно работать. Если животное ваше больное, вы не должны ее мучить, чтобы она дала последние концы. Потому что, если она должна рожать, не надо, чтобы она работала. Корова иногда может родить, она забеременела, но и вы все равно хотите, чтобы она тянула плуг и обрабатывала землю. Это считается, что вы жестокий человек. Тора говорит нам, цаарбале хаим мидорайта, мучить животных, это грех по Торе. Кушать свинину, или мучить кошку, или мучить животных. В Союзе, когда мы были маленькие, мы иногда делали неправильные вещи, правильно? Кошку, может быть, мучили, или муравей иногда мы мучили. По Торе нельзя эти вещи делать. Только можно уничтожить, если это муха, если это жук, если это таракан, или комар. Это можно их уничтожить, но издеваться над ними это нельзя. Вы можете его уничтожить, но чтобы его постепенно мучить, мучить, это по Торе считается грех. Мы меняем тему. Тема называется Бахира ховшит, свобода выбора. Написал Рамбам законы раскаивания, разрешение дается любому человеку, если он хочет быть садик, у него есть на это возможность. А если он хочет быть грешник, не дай Бог, он может быть хулиган, убийца, наркоман, злодей, тоже его Бог не остановит, потому что Бог говорит, я даю человеку свободу выбора. Хочешь быть Мошарабену, пожалуйста, ты можешь быть как Мошарабену. Хочешь быть, не дай Бог, как Биламараша или как Гитлер, это тоже твой выбор. Бог говорит, я обычного человека в выбор не вмешиваюсь. Это то, что в Торе написано. Никто не может быть как человек. Человек, он единственный, кто имеет свободу выбора. Ни животные, ни ангелы, они не могут тебя поменять. Только человек. Вы можете животного надрессировать, но человек, он единственный, кто может, имеет он свободу выбора, и Бог создал этот мир таким образом, что он как бы себя с одной стороны спрятал. Когда будет Бог пришел вам во сне, если вы скажете, Бог со мной разговаривал, тогда надо будет проверку сделать, может быть, что-то не то у вас. Потому что обычно Бог с человеком не разговаривает. Бог говорит, я себя спрятал, а с другой стороны вы можете увидеть мою природу и сказать, нет, это само по себе не могло появиться. Здесь должен быть какой-то создатель. А также Бог нам не показывает, что происходит Ганеден и что происходит Гейном. Потому что Бог говорит, я вам даю свободу выбора. Хотите, будете мне верить, будете получать награду. Не будете мне верить, тогда будете наказаны, потому что вы меня не искали и вы не хотели меня верить. Поэтому Бог говорит, я даю человеку свободу выбора. И мы однажды ответили на один вопрос. Ваш папа умер когда? Месяц назад? Ваш папа может к вам прийти во сне или нет? Он может сказать, Рома, ты молодец, ты стараешься читать Кадиш, медленно, но ты уже быстрее читаешь. Может ли ваш отец прийти к вам во сне или нет? Мы должны знать, что умерший человек не имеет права прийти во сне к живому, когда он этого хочет. Потому что если все умершие начнут приходить во сне живым, тогда мы уже сразу поймем, что оказывается есть потусторонний мир. А Бог нам это так открыто не покажет. Потому что Бог говорит, если я вам покажу, что есть продолжение после смерти, сразу вы будете, Мошарабену, сразу вы будете 2-4 читаттору изучать, вы уже будете знать, что есть продолжение после смерти. В редких случаях Бог разрешает умершему прийти во сне к живому. То, что люди говорят, я умершего пришел и видел во сне, это еще нет гарантии, что на самом деле он пришел вам во сне. Может быть, это вам ангелы показывают умершего во сне. Может быть, вы о нем думали. Поэтому имейте в виду, что умерший человек, он обычно не имеет права прийти во сне к живому, когда он этого хочет. В редких ситуациях Бог им этого разрешает. Нельзя человеку говорить, я в Союзе столько шаббот нарушал, мне сейчас 55 лет, я 40 лет работал в шаббат, моя жена в миг не ходила, я кушал некошерный человек, про себя так говорит. Все уже, я уже lost case. У меня уже ничего не получится, я уже гейном попаду и оттуда никогда не выйду, не дай Бог. Нельзя человеку про себя так говорить, что я уже lost case, уже большинство мои годы прошли, сколько мне уже осталось жить, все это заново, я должен все выучить, а лев бед, как надо читать, я уже lost case. Нельзя человеку так про себя думать и нельзя человеку про себя так говорить. Пусть человек не говорит, я никогда не смогу стать такой святой, как он. Это неправда. Когда человек раскаивается и больше свои грехи не повторяет, и он плачет за свои грехи, он их не повторяет, и еще других агитирует, что они не грешили. Этот человек, Бог его любит, этот человек приятно перед Богом, и Бог пишет, этот человек никогда не грешил. Но, здесь есть но. Почему этот человек раскаивается? Потому что он боится, что Бог его будет на том свете мучить, или потому что он Бога любит? Почему? Большинство людей, почему они приближаются к Богу? Почему? Потому что они боятся, что Бог их будет мучить на том свете, или потому что они говорят, «Бог, ты мне дал такие большие деньги, 100 миллионов долларов?» Он говорит, «Да, ты мне дал такую хорошую послушную жену, ты мне дал хороших детей, ты мне дал здоровья, я так люблю Бог, что мне стыдно перед тобой, что я 40 лет подряд нарушал шаббат». Люди так говорят или нет? Большинство людей из-за чего раскаиваются? Потому что они видят, что их ожидают большие наказания. Они слышат, что Бог наказывает за грехи, или Бог может человека парализовать в этом мире, и он 20 лет будет лежать больным. Они говорят, «Бог меня может наказать», они пугаются и потом раскаиваются. Значит, если человек раскаялся перед Богом, потому что он испугался наказания, Бог говорит, «За то, что ты раскаялся из-за наказаний, твои грехи, которые ты специально делал, я напишу, как будто ты их сделал нечаянно, как будто бы ты не знал, что в шаббат нельзя курить, как будто бы ты не знал, что нельзя женщине трогать, пока на миг его не пойдет. Это считается, что ты их сделал нечаянно, неумышленно. Но если человек, он раскаялся, и потому что он полюбил Бога, он говорит, «Бог, я тебя очень люблю, я не боюсь наказания, даже если меня будешь мучить, наказывай сколько хочешь, я хочу, чтобы ты меня наказывал, чтобы я очистился, я тебя очень люблю, Бог, а таких людей очень мало». Бог говорит, этот человек, за то, что он осознал свои ошибки и перестал грешить, все его грехи превращаются во что? митвы. Когда он пошел кушать свинину в некошенном ресторане, и он раскаялся, плачет, говорит, «Бог, мне так стыдно перед тобой, что я кушал свинину, я так стыдно, Бог, я тебя так люблю». Бог говорит, «За то, что ты раскаялся, что ты меня любишь, я вот напишу, как будто ты покушал массов на Песах покушал». То, что он покушал свинину, это уже считается, как будто он сделал митву. А человек теперь не должен говорить, «Я буду грешить, потом я раскаюсь», это уже не считается. Тот человек, который говорит, «Я буду грешить, потом раскаюсь», Бог говорит, «Я уже это раскаивание, это уже не считается». «Валю от эля шесхаро арбемиот» Это человек, который перестал быть грешником, у него намного больше награды, потому что он попробовал грех, и он отошел от этого. Когда лучше, чтобы человек раскаивался? Когда он молодой, или когда он уже умирает, уже нет сил? Когда человек молодой, конечно, намного Бог больше его любит. А если уже человек старый, он говорит, «Все, я уже не могу больше смотреть на женщин, я уже не могу кушать свинину, у меня сахар», ну, конечно, уже что тебе остается? Уже это не бигдил. Все равно Бог его принимает, если он очнулся, хотя бы перед смертью, хотя бы, он будет наказан там на том свете, но он еще не считается lost case. Один царь, он позвал своих трех министров, и он говорит, «Дорогие министры, я уезжаю в другую страну на одну неделю, я должен пойти на Г-20, как это называется там, в которой 20 членов стран собираются, я, говорит, иду туда, G-8 Summit или G-20, я не знаю эти все их дела, я, говорит, на целую неделю еду в Европу, потом я должен заглянуть в другие страны, поговорить с разными президентами, я, говорит, имею три бутылки вина, это вино 250 лет давности, это вино, говорит, 250 лет закрытый, и тем больше вы держите вино, тем лучше и крепче оно становится, я, говорит, вам, три министра, вам даю вот эти три бутылки, каждые, я хочу, чтобы вы это охраняли, когда я вернусь, я хочу, чтобы вы это вино мне принесли в целости и сохранности, ни в коем случае, чтобы вы не открывали это вино, и тем более, чтобы не пили его». Он уехал. Первый министр взял, и это вино дал жене, говорит, я боюсь, чтобы я не открыл, возьми куда-нибудь спрячь, быстро-быстро спрячь, чтобы я потом не нашел его. Через неделю, потом я его сейчас заберу. И она на самом деле его спрятала, он целую неделю это вино не видел, не трогал, не знает, все. Второй министр, он вот так говорит, какое хорошее вино. Целый день вот так смотрит, говорит, да, это хорошее вино. И у него появилось очень-очень большое любопытство, как чувствуется вино, которому 250 лет. Когда мы пили вино 250 лет. И что вы думаете, вот так он три дня себя держал, вот так он себя держал, и вдруг он говорит, я должен открыть, и чуть-чуть я должен попробовать. И он себя не сдержал. Пусть, говорит, меня казнят, пусть меня лупят, сколько хотят, я, говорит, должен попробовать. Он открывает это вино, попробовал немножко, говорит, такое вино. А он разбирался, он был как дегустатор, он понимал, разбирается, он говорит, такое вино, и он не мог, еще немножко попил, еще немножко попил. Но как половина дошла, он говорит, все, я уже не буду больше пить. А третий министр, он открыл вино, и он полностью попил вино. Возвращается царь, и он вызывает министра, говорит, где бутылки вина, которые я вам дал. Был бы человек, он бы налил другое вино, он бы закрыл, правильно? Но это так было закрыто, что если вы откроете, уже сразу будут знать, что вы там что-то сделали, уже это невозможно так хорошо закрыть. Итак, этот человек, который вино не попил, совсем не попил, ему царь дает 5000 долларов. Вот тебе 5000, тебе, говорит, подарок, или 500 монет, короче, он дал ему энную сумму. Тот, который полностью вино попил, царь говорит, лупите его 40 раз, 40 ударов дайте по его спине плеткой. А тот, который попил, и половина остановился. Сколько он получил? Удары получил? Или царь говорит, хай, я тебя трогать не буду. Что он ему сделал? Царь говорит, дайте ему 25 тысяч. Почему? Тот, который совсем не попил, он получил 5000. А тот, который отпил половину бутылки, ему дали 5 раз больше. Он говорит, извините, Ваше Величество, я вообще вино не пил, у меня есть 5000. Он попил половину, вы хотя бы в 2500 даете, или вообще ничего не давайте? Почему вы ему 5 раз больше даете? Царь говорит, я сам знаю, что такое вино. Этот человек, он наполовину остановился. Он себя сдержал, он знает, как это чувствуется. И он себя сдержал, а ты вообще не пробовал, ты не знаешь, что это такое. Поэтому ты молодец, я тебя за это награждаю. Но этот человек за то, что он остановил себя на половину пути, он получает больше. Поэтому, если человек родился в Боро-Парке, среди хасидов, он не знает, что такое грехи, он не знает, что такое пляж, он не знает, что такое женщина, не знает, что такое грехи. Барухашем, он чистый человек, Барухашем. Но если человек, он уже прошел через это, он знает, что такое грех, он знает, что такое соблазн, И он говорит, стоп, я больше не должен эти дела делать, в молодости тем более. У него кровь кипит, он хочет опять пойти на пляж, хочет, не дай Бог, согрешить, но он себя держит. И он говорит, Бог, мне стыдно за мои грехи, пожалуйста, очисти меня, но не давай мне кенсор, не давай мне наказание. И вот этот человек, который уже попробовал грех, Бог говорит, знаешь что, я недоволен, что ты грешил, но все-таки ты осознал, что это нельзя. Вы знаете, есть много людей, которые думают, что они митсву делают. Они видят, что женщина, у нее муж умер, они говорят, маме, с вами грам? Я буду с ней общаться, я получу митсву, потому что у нее нет мужа, у нее нет никого, кто может ее успокоить. Маме, с вами грам? Вы слышали таких людей? Нет таких шутей, я знаю людей, которые серьезно так говорят. Это глупость. Они не знают, что это большой грех. Нельзя трогать, даже если она разведенная, даже если у нее муж умер. Ты ей хупу не делал, тебе не давал кольцо, не имеешь права митсву ее трогать. Много людей ошибочно сатан вот так их обманывает, а потом, когда они осознают, им становится стыдно, им становится больно. Если им становится больно. Был большой рабай, вы знаете, Любавичский рабовый, вы помните, рабай Любавич, правильно? Он скончался в 1994 году. Я ему очень благодарен, потому что он в наш город, в Самаркан, посылал нам своих учеников. Одни из моих первых учителей в Самарканде, которые меня учили, их звали Ариэль и Ехескель. Мы ходили, мне было 10-11 лет, и они нас учили торе, я помню, как вчера. И они, когда в пятницу вечером кедуш делали, они брали виноград, выжимали его, проводили через решето, через марли. И такое вкусное было вино, потому что это виноград, который они сами сделали, потому что вино, где было в Самарканде, вино люди дома делали. И вот этот рабай Любавич, который прожил 94 года, он родился в 1900 году, он был седьмой по счету. Это называется Хаббад. Хаббад – это большая организация. Вот как есть бухарские евреи, как есть сатмирские, также есть Любавичские. Любавич – это не фамилия, это название города. Город Запорожец, город Москва – москвич. Я не знаю, «Жигули» – это что за слово такое «Жигули»? Это не город же, правильно? Это машина, но я понимаю, но машину много раз в Союзе называли согласно городам. Если это Москва – москвич, если это Запорожец, это такой город Запорожец. Но «Жигули» почему-то это не был город, да? Это такое название. Или «Волга». Но Любавич – это название города. Его настоящая фамилия раба Любавича была Шнерсен. Он был седьмой, самый большой раба, он был седьмой и считается последним. Пока не придет в машинах, он считается последним. А самый первый – это был раба Шнерсен Залман из города Ляди. Он был основателем хасидизма Хаббад. Его арестовали в тюрьму, посадили в 1798 году. Его русские, россияне посадили в тюрьму. И что? Его посадили, потому что он собирал деньги, чтобы евреям в Израиль отправлять. Евреям было очень мало в Израиле, он посылал им деньги. И один из людей, который был в тюрьме охранника, он говорит, раба, у меня есть вопрос. Когда Адам и Ева покушали запретный плод, Бог говорит Адаму, где ты, Адам, где ты? Разве Бог не знал, где Адам находится? Он говорит, Бог знал, где находится Адам. Адаму почему спрашивает, где ты? Простой ответ, знаете какой? Чтобы начать разговаривать, чтобы его не напугать, чтобы как бы начать. Если, например, ваш сын покушал весь торт, вы ему сказали, не кушай весь торт, а он все поел. Вы говорите, сынок, а где ты, как дела? Все хорошо, вы же не нападаете на него, ты поел весь торт, правильно? Он испугается, вы должны постепенно, постепенно его подготовить, чтобы он уже был готовым. Он знает, что он неправильно поступил. Но Бог говорит, Адам, где ты находишься? Где ты находишься? Имейте в виду, какая у тебя миссия в этом мире? Какой у тебя статус твоей души? Когда Бог спросил человека, где ты находишься? Он имел в виду спросить, где находится твоя душа? Ты должен позаботиться от своей души. Мы, Худохат, продолжим наши речи в следующий раз. Мы скажем всем спасибо, кто с нами. Этот урок был посвящен ее памяти. Баруха адунай лаулам. Амин ваамин.